В центре Архангельска произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля. Пострадал один человек. По предварительным данным столкнулись иномарка и бронированный УАЗ, который от удара опрокинулся. Один из участников ДТП получил серьезную травму руки. Пострадали охранники бронеавтомобиля. Пострадавших извлекали из автомобиля сотрудники службы спасения. В Архангельске началось общественное обсуждение архитектурной концепции, благоустройства и оформления набережной Северной Двины. Подробная схема и архитектурные решения размещены на сайте городской администрации. Свои предложения и замечания по ней горожан призывают направлять на электронную почту, которая указана на ваших экранах до 31 марта 2017 года. Набережная, как часть городской структуры, должна иметь цельный вид, на мой взгляд. А изначально она и была спроектирована таким образом. Были в единой стилистике разработаны и малые архитектурные формы, такие как газоны, парапеты и прочие. И со временем были различные преобразования и метаморфозы, которые претерпевала наша набережная, которые эту цельность в какой-то момент нарушали. Мемориально-историческая спортивно-развлекательная зона и зона отдыха. Своё мнение о новой концепции развития набережной уже высказывают эксперты и известные горожане. Какой будет главная улица Архангельска и не останется ли общественное мнение учтенным только на бумаге? Мнение «За» и «Против» выслушаем сегодня в 19 часов 20 минут в программе «Автографня». Архангельск возглавил пятёрку городов и районов области, лидирующих по количеству капитально отремонтированных домов. В столице Поморья сдано 8 домов, 5 в Северодвинске, по 4 в Приморском и Плесецком районах, 3 в Котласе. Всего же капитально отремонтировано 73 объекта. В Архангельской области продолжается реализация госпрограммы «Земский доктор». Для её нужд выделено более 3 миллиардов рублей. Напомним, врачи, переехавшие для работы в сельскую местность, получают единовременную выплату в 1 миллион рублей. У нас практически укомплектованность кадрами только за счёт вот этой программы. Сейчас у нас выставлена вакансия стоматолога, тоже на программу «Земского доктора». И у нас, и в Катунино, по Приморскому району. Также в госпрограмме участвуют фельдшеры. Им выплачивается 500 тысяч. Дополнительному привлечению медиков на село способствовало и увеличение возраста участников госпрограммы до 45 лет. 96 команд, 270 ребят из 12 субъектов России принимают участие сегодня в третьем открытом дистанционном турнире по робототехнике. Для того, чтобы дать правильной команды роботу, потребуется проявить сообразительность, оперативность и точность. В течение одной недели до состязаний командам необходимо было собрать роботов согласно техническим требованиям. И жюри сегодня определит лучших. Участники смогут наблюдать за процессом в режиме реального времени. Сегодня в Архангельске стартует главное культурное событие осени – Ночь искусств. Она начнётся в 17 часов в библиотеке имени Добролюбова, пройдёт во всех музеях и закончится в гостиных дворах. Каждый музей, театр или библиотека, принимающая участие в Ночи искусств, имеют свой девиз и свои особенности. Интересную программу подготовила даже библиотека имени Гайдара для своих юных северян. Завтра в Архангельске состоится всенародный крестный ход с частицей хитона Спасителя. Молитвенное шествие начнётся после праздничной литургии в 11 часов от Успенского храма. Напомню, он находится на пересечении улицы Логинова с набережной Северной Двины. По набережной и пройдёт крестный ход. Его маршрут завершится у стен строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Дорогие друзья, братья и сестры, у нас величайшее событие. К нам привозится святыня, хитон, часть хитона самого Господа нашего Иисуса Христа. С древности эта святыня почиталась христианами, потому что эта святыня наполнена кровью Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами будем совершать молитвенное шествие, которое называется крестный ход с этой святыней в 11 часов от Успенского храма до строящегося кафедрального собора. Всех вас приглашаю на этот молитвенный крестный ход. Желаю, чтобы Господь наш Иисус Христос даровал каждому исцеление. Исцеление самое главное – это исцеление сердца. От всех тех нравственно-духовных пороков, которые сейчас доминируют в нашем обществе. И завтра в центре Архангельска будет ограничено движение транспорта. Во время крестного хода с 11 до 13 часов будет закрыта набережная Северной Двины от улицы Логинова до Ваучейского. Автомобилистам стоит заранее планировать пути объезда. Завтра в России День народного единства. Это одна из самых молодых красных дат календаря, хотя события, которым мы обязаны этому празднику, произошли четыре столетия назад. Страна пережила разрушительные войны и стала державой благодаря сплоченности народа. Наша сила в единстве историческом, территориальном и духовном. Об этом будут говорить завтра на торжественном митинге, который пройдет в Архангельске. Дорогие друзья, 4 ноября в 10 утра на площади Дрантеатра состоится концерт, посвященный Дню народного единства. Приглашаю всех на этот прекрасный праздник, на концерт. Если пассажирские перевозки, то только с Авророй. В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 5 градусов, к вечеру будет еще холоднее. Завтра же столбик термометра упадет до минус 9 градусов ночью и 7 днем. Возможно, небольшой снег на дорогах гололед. Будьте осторожны. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова